Это произошло в 1939 году. Еврейскую семью, которая жила в Германии, точнее в Австрии, забрали солдаты. Сначала они забрали родителей, а затем увели детей в другом направлении. Девочку, которой тогда было 13 лет, и ее брата, которому было 8, отвели на железнодорожную станцию вместе с другими детьми. Родители увезли куда-то, скорее всего, в лагерь. Детей отделили от родителей. И вот дети из богатой семьи внезапно оказались на железнодорожной платформе в зимний день. Но дети есть дети. Как только они оказались там, они начали играть. Мальчик начал играть с другими детьми, они толкались, играли в футбол, все подобное. Затем приехал поезд. Как только поезд остановился, солдаты начали запихивать всех внутрь, словно скот. Как только все загрузились, и поезд тронулся с места, мальчик сказал, что забыл свою обувь на платформе. Девочка очень сильно разозлилась. 13-летняя девочка, которую только что лишили семьи. Она жила в богатой семье, и теперь они бездомные, и не знают, куда их везут, что случится дальше, они ничего не знают. Теперь все это история, все то, что произошло в то время. Но тогда эти маленькие дети не знали ничего о том, что их ждало. И вдобавок к этому, этот олах оставляет свою обувь и уезжает без нее. А это холодный месяц. Она схватила его за ухо, вывернула его изо всех сил и накричала на него. «Идиот, у меня без себя проблем хватает, а ты ко всему этому забыл свою обувь?» Когда поезд остановился на следующей станции, мальчиков и девочек разделили. Его увели в одном направлении, ее в другом. Четыре года спустя она вышла из концентрационного лагеря. Она была единственной выжившей в своей семье. 17 членов ее семьи просто исчезли, включая ее младшего брата. Она так никогда не узнала, куда его увели. Он просто исчез. Все, что она помнила, это последние слова, которые она ему сказала. Она могла сказать ему что-нибудь хорошее, но она высказала ему все самое ужасное, потому что тот забыл свою обувь. И когда, четыре с половиной года спустя, она вышла из концентрационного лагеря, она решила для себя. Когда я буду говорить с кем-то, кто бы это ни был, я буду говорить с этим человеком так, как будто это наш последний разговор. И я не буду потом сожалеть об этом разговоре. Если вы будете говорить с людьми таким образом, определенно вы будете говорить по-другому. И откуда вы знаете, что это не последние слова, сказанные этому человеку? Кто-то сидит рядом с вами. Откуда вы знаете, может, увидеть его в последний раз? Это возможно, не так ли? Да? И одна эта клятва, которую она приняла для себя, просто преобразила всю ее жизнь. И она стала таким прекрасным человеком, потому что она решила, с кем бы она ни говорила, она будет говорить с ними так, как если бы это был их последний разговор, чтобы она потом не сожалела об этом. С ней произошло что-то настолько ужасное, но она превратила это в благословение. Если ваша разумность работает, тогда что бы ни происходило в вашей жизни, вы можете превратить это в великолепную возможность. Или что бы ни происходило, вы можете превратить это в страдание. Не так ли? Какой бы ни была ситуация, не имеет значения, вы можете превратить ее в великолепную возможность, если только вы готовы смотреть на нее с открытостью. Тогда можно преобразить все, что угодно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...